23 мая Буй встречал гостей. Давние друзья и добрые соседи, жители города Галич побывали в гостях в нашем городе. Презентацию Галича из-за дождливой погоды пришлось перенести с центральной площади в социально-культурный центр «Луч». В фойе «Луча» расположилась выставка-ярмарка работ декоративно-прикладного творчества. В Буй приехали настоящие мастерицы. Наши ремесленники – это, безусловно, наша гордость. Это люди, которые нашли себя, нашли свое призвание. И, как вы успели заметить сегодня на выставке, у них самые разные виды прикладного искусства. Это и плетение, это и ткачество. То есть здесь каждый, кто придет на выставку, может выбрать себе интересную на память подделку, работу, которая также согреет душу, а может быть кому-то пригодится в подарок. Ну, мы постарались сегодня, чтобы появляние остались довольны нашим визитом. Я делаю изделия ручной работы из бисер и натуральных камней, украшения, аксессуары. Вот я с этим сюда приехала. Меня научила моя мама изначально, а потом я, естественно, этим как-то сама увлеклась и делаю уже авторские изделия. Кроме новых видов творчества привезли гости и такое почти канувшее в лету женское занятие, как ткачество половиков. Раньше в избах только их истелили на пол. Одна я во всей области занимаюсь, душенька моя. Станок старинный, станок деревянный. Старенький собирала по всему району, все сожгли везде. А я захотела ткать, а вспомнила через 40 лет. В детстве с мамой ткать научилась 6 лет, а ткать с 12 лет научилась основать. И вспомнила через 40 лет, захотела ткать. А на работе охраняла галич. Вот на кнопочках работала на пульт управления. И каждый день все давай звонить, где добыть. Станок вот этот. По всему району собрала станок. Сновать ни на чем послали. Так я и в Митине, я и в Федине, я и на Тёбзе, и в Углеве, и в Челсме везде. Вот по детальке собирала. Собрала. Сновать ни на чем. Послали в Углево, подсказали. Там старушка по стенам снует. А я не видывала, как по стенам поехала. Постала жужжка, показала мне. И вот так вот стала ткать. Потом заинтересовались в музей. Меня в музей, так вот теперь уж не знаю, сколько времени везде. И в Буй, из Буя приезжала женщина, взяла 26 метров. Так перезваниваем сейчас. Говорит, я по вашим-то дорожкам, как по полотенечкам хожу. Вот хотела сегодня прийти, так уехала на юбилей к сестре. Хотела с нам встретиться с ее. А долго ткать? Тяжело это? Ткать можно по метру в день выткала. Я бы выткала, но собирать очень трудно. Надо вперед на основальник основать вот эту основу. Вот эта основа, а это уток называется. Так вот надо основать вперед. Потом вберда вдеть, вдеть через зуб. На новой навить вот эту основу всю. Потом вберда вытащить. В ниченки 600 ниточек. Ниченок надо вот вдеть в колокольчик. Вот 600 ниточек вденешь, а потом снова вберда через зуб. Каждый зуб по две ниточки. Вот когда это все сделаешь, тогда и начинать ткать. Очень трудно собрать. Вот ткать-то... Вот дочка у меня учится и снова ткать. Я обучила в обществе слепых. Приезжали две недельки, меня повозили туда из дома и домой. И три станка теперь ткут там. Вот недавно в Москву ездила из общества та женщина. Все, что наткали, все продала в Москве на расхват. Ткань свою больно-довольно приехала. Валентина Власова не только ткачиха, но и травница. Собирает лекарственные растения. В лес за травками хожу. И в лесу, и по ягодам, и по грибам, и за клюквам. Вот нынче уже устарела, 83 годика. Буйские рыбаки бывают в Галиче, пожалуй, чаще других боевлян. За рыбой едут на Галическое озеро. Специально для гурманов галичане привезли с собой на продажу рыбу. Такой же Галический край без галической рыбы. Мы знаем, что когда боевляне, наши дорогие, добрые соседи приезжают к нам в Галич, они обязательно спрашивают нашу рыбу. Ну и сегодня здесь также присутствует у нас индивидуальный предприниматель, который непосредственно этой рыбой и радует боевлян. И мы надеемся, что этот запах сегодня Галического края будет связан не только с нашими прекрасными традициями, с нашими прекрасными хореографическими и творческими номерами, но и обязательно с нашей рыбой. Мероприятие стало настоящим праздником с выступлением артистов и торговлей сувенирными товарами. Презентация проводилась в рамках сотрудничества между соседними городами Костромской области. Председатель Комитета по делам культуры, молодежи и спорта города Буя Светлана Муравьева вручила приветственный адрес от имени главы Валерия Катышева главе Галича Алексею Белову с пожеланиями дальнейшего сотрудничества во всех сферах, успехов в начинаниях, благополучия и процветания. Очень красивый, ухоженный город. Сразу видно, что здесь замечательный хозяин. Буй – это наши близкие соседи, у нас с ними прекрасное добросердечное отношение. Нам очень бы хотелось, чтобы боевляне, пусть даже в ненастный день, порадовались нашим артистам, увидели наших примесленников замечательных, ну и получили тот заряд энергии, который так необходим каждому человеку весной. Мы когда приехали, мне вообще очень понравился сам город, очень красивый, ну и очень приятно, что нас сюда пригласили и здесь встретили. Мне кажется, это, безусловно, очень нужно, потому что города могут опениваться каким-то опытом и приятно, безусловно, видеть, что нас здесь встречают, что нас здесь ждут и что нам интересуются. Не случайно именно в этом году творческие презентации с города Костромы, муниципальных образований, перенесены вот именно в близлежащие районы. Но так как с боем мы все-таки дружим, я считаю, что очень полезно делиться и творческим потенциалом, и просто приезжать по соседству и как-то, наверное, навещать друг друга, делиться опытом, безусловно. Это было правильное решение, и вот сегодня мы это сами чувствуем и наблюдаем. Галичане презентовали нам концерт «Узоры озерного края» с участием творческих коллективов, лауреатов международных и межрегиональных конкурсов, хореографических ансамблей «Фортуна» и «Искорка», ансамбля «Медуница», студии эстрадного пения «Вдохновение». Аналогичная презентация, но уже города Буя в Галиче состоится 6 июня. Галичанам планируется представить не только концерт, но и продукцию буйских предприятий.